Здравствуйте дорогие подписчики и гости канала. С вами Наталья на своем канале Чудесный Огород. И сегодня я хочу представить вашему вниманию такое неприхотливое, но довольно симпатичное растение с очень необычным названием Будрая Пестролисная. Обратите пожалуйста внимание на этот очаровательный коврик из небольших округлых листиков с ярко-белыми краями и пятнами. Будрая Пестролисная растение почвопокровное, создающая плотный коврик от 5 до 20 см в высоту. Хорошо растет на солнце, но и переносит полутень. Хочу заметить, что Будра относится немножко к агрессивным растениям и может потеснить своих соседей в цветнике. К почве совершенно нетребовательно, но лучше растет на плодородных почвах. Хотя цветоводы пишут, что Будра очень подходит для тенистых садиков, но из моих наблюдений прекрасно растет, как в кружевной тени, так и на солнце. Будра декоративна весь сезон. В начале июня, в конце мая она зацветает вот такими нежными голубыми цветочками. Будра бывает пестролисная и Будра бывает обычная. Вот обычная Будра, она очень агрессивна, и если вы ее поселите в своем саду, то очень будет сложно от нее избавиться. Будра пестролисная, я могу сказать, что не относится к этой категории. И если вы захотите, вы легко можете ее извести, и она расти в вашем саду не будет. Будра декоративно-пестролисная весь сезон. Осенью белые пятна приобретают очаровательно розовый оттенок. Особенно красочно Будра смотрится вот когда такими вот массивами на клумбах. Прекрасно сочетается в композиции с хостами, растет в подножье деревьев или хвойников. Вот у меня здесь вот среди клубнички она растет. Так как у Будры поверхностный корень, она замечательно дополняет и закрывает ноги любым многолетникам. демонстрируя себя в начале весны и потом уходит летом на второй план. Размножается Будра отводами. Вот такими отводами их прикапывают, и она прекрасно размножается. Совершенно не любит сильно влажные места, так как у нее поверхностный корень, Будра может вымокать, если, допустим, сильно влажная была зима, много снега, выпривает и вымокает. Поэтому ей, конечно, лучше такие места подбирать, немножко возвышенные. Низину она не любит. Зимует хорошо, без особого укрытия. Хочу сказать, что поселив однажды вот это растение у себя в саду, оно вас будет радовать многие годы. Еще такой факт, что Будра является лекарством, винным растением и немножко слабоядовитое, так вот можно сказать. Но в официальной медицине оно не признано. Ну вот, пожалуй, и все. Вот такая вот замечательная пестролистная Будра. А я вам желаю побольше позитивных моментов, безоблачных солнечных дней. До встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok